добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся в квартире 29 квадратных метров тот кто нас отслеживает и смотрит наш строительный сериальчик эта квартира ему уже очень знакома вот для того кому эта квартира незнакома подписывайтесь на канал и смотрите продолжение когда уже все будет абсолютно готово когда будет сделано уже квартира под ключ и мы в процессе будем это все показывать так что оставайтесь с нами и сейчас я проведу маленький обзор так начну сразу сверху здесь сделан гипсокартоновая такая конструкция гипсокартоновый потолок зачем у нас стоит вот такая вот штучка эта стена сделана для того чтобы разделить вот эту зону шкафом купе то есть вот вот здесь будет скажем так шкаф купе но двусторонний чтобы там где зона зеленая вот эта зона будет под кровать здесь будет стоять кровать соответственно выходы на бра вот наш оператор уже стоит стоит уже практически в санузле вот здесь у нас уже все практически техника готова инсталляция места конечно же немного но что вы хотите от 29 квадратов уже частично техника пришла частично стоит у нас уже не знаю это раковина но с таким интересным решением такая мини бутылочница вот здесь у нас зеркало и сейчас покажи пожалуйста у нас периметральная подсветка натяжного потолка вот это такая подсветочка очень интересная и сейчас обратите внимание на высоту потолка высота потолка здесь как раз вот наверху здесь сзади меня был ригель вот и этот ригель получается мы просто опустили то есть ну высота я даже не знаю здесь где-то 2260 может быть осталось 255 вот но тем не менее как для санузла не вижу смысла там иногда делать его выше для того чтобы сделать там ступеньку поэтому ну не знаю просто не знаю так поехали дальше сейчас у нас здесь сделан вот такого вида радиатор вот этот радиатор несет функцию для того чтобы не потело окно вот кто-то делал из наших заказчиков теплые полы вот я лично такие штуки не приветствую я не вижу в них смысла если есть теплый пол мы делаем просто перегрев и этого достаточно вот такая вот у нас красивая люстра и вот такая вот зеленая стена которая ну прям это акцентирует на себе внимание очень такая радостная там будет у нас стоять кровать как я уже говорил здесь будет кондиционер который будет сразу дуть и на кухню и на вот эту зону на 29 квадратов принципе двенашка она очень даже потянет так дальше у нас кухня вот здесь еще не законченная барная стоечка вот с такой вот небольшой люстрой подсветочкой о так вот она ну мы выключаем так здесь у нас по тайной нише не будет вот этот короб который мы собирали в принципе сейчас можно увидеть как он выглядит уже в готовом виде ну вот здесь потом все это закроется мебелью сейчас это все мы оккультурием закончим до конца где-то подкрасим кусочки потому что при монтаже конечно же не исключены разного вида сколы и все это мы сейчас аккуратненько подшпаклюем все потом подкрасим и доведем до ума поэтому я же говорю иногда делаются хорошие большие вещи намного быстрее чем какие-то маленькие вот там не увидел там увидел потом там там увидел там не увидел и когда вот обязательно если приезжаете вы уже в готовую квартиру и если вдруг у вас есть какая-то скажем так назовем это претензий в любом случае не ждите чего-то не выдумывайте себе каких-то там методов решений сделайте проще делается один звонок я приезжаю и мы вместе с вами разбираемся что где как сделать да это может доставить там какие-то небольшие неудобства но тем не менее зато мы сделали и ушли или вы оставили ключик и пошли на море через там три часа пришли у вас уже все готово и все сделано то есть висят какие-нибудь бра или еще что-то то есть ну иногда просто поточно приходится делать некоторые вещи так здесь у нас квартира была сделано по проекту проект здесь немножко мы корректировали но по-моему совсем детальки вот здесь ничего так а именно основного мы не делали то есть мы сделали гипсокартоновые какие-то ниши вот но что-то сделали выше что-то сделали ниже уже корректировали по реально по всяким вот мелким деталям которые нам диктуют непосредственно сама архитектура вот так вот это примерно сейчас выглядит этот короб в котором сделан стоит напольный конвектор вот но из-за разницы высоты давление в них в радиаторе и в этом будет немножко разные поэтому как это будет выглядеть еще не знаю вот на моей практике такое сделать не приходилось но решение интересное для чего это сделано не ко мне вот у нас у нас есть проект по которому мы все-таки работали вот что-то мы дополняли что-то убирали но тем не менее сейчас все это сделано уже красиво остается сейчас помыть полы вот но как вы уже знаете мы будем все это доводить до какого-то логического завершения потому что ремонт ремонтом вешать шторы там помогать вешать какие-то светильники бра устанавливать какие-то смесители унитазы там сантехнику может быть что-то подключать технику на кухне потому что не все мебельщики обычно это делают мебельщики делают врезают кладут и уходят а вы уже не берете не выдумывайте паники никакой то есть есть просто один звонок и кто-то приезжает с моих ребят и быстренько все это подключает и спокойно выезжают вот так что звоните пишите всегда будьте на связи с нами и не нервничайте по пустякам берегите нервы вот еще раз хотел бы сказать для тех кто смотрит наш канал постоянно и зависим от нашего строительного сериальщика большая радость вот поэтому пишите комментарии что вы увидели может быть что-то иногда ваши комментарии делают нашу работу лучше вот это факт уже об этом мы много пишем и я пишу ответы всегда практически тот кто нас увидел первый раз обязательно подпишитесь на канал и будьте с нами продолжайте смотреть и вы увидите много нового причем не важно делаете ли вы ремонт самостоятельно либо у вас есть какая-то бригада которая делает вам ремонт но маленькие такие технические интересные факты вы для себя подчеркнете у нас на видео поэтому я думаю что лишним это не будет так что оставайтесь с нами всего доброго пока пока